Толчком для создания данного видео послужил следующий репортаж с военного аэродрома ВКС России, в котором репортер сделал сразу несколько грубейших ошибок. Редкие кадры подготовки боевого вылета. Ракеты «Воздух-Земля» на вот таких специальных передвижных домкратах их подкатывают к самолетам. Но позвольте, воскликнет любой маломайский разбирающийся зритель. Да ведь это же обычные свободно падающие бомбы. Такие применяли еще во время Великой Отечественной войны. Вот это ракеты. А это неуправляемые авиабомбы. К вылету готовятся российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Ракеты точечного применения, чтобы поразить именно военные объекты противника. Взлет разрешен и первая сушка эскадрильи поднимается в воздух. Объект «Военная колонна ВСУ». Корреспондент, к сожалению, далек от авиационной тематики, но тем не менее, в главном он нас с вами не обманул. Я нисколько не сомневаюсь в том, что удар будет нанесен очень точный. Обычная авиационная бомба, подвешенная вот под этот самолет, превращается в умелых руках в оружие с параметрами, максимально приближенными к высокоточному оружию. О системе, которая способна такое проделывать с обычными боеприпасами, расскажет мой друг, частный пилот в настоящем, а в недавнем прошлом военный летчик, пилот фронтового бомбардировщика Анвер. Анвер, приветствую. Предлагаю прикомментировать вот это видео. Тут паренек явно ошибается. А такие ошибки нынче непозволительны, ведь их обязательно используют наши информационные враги. Ну, мое мнение, я считаю, что это некорректно. Слишком слабое знание материала, которое он комментирует. Основы для корреспондента нужно понимать. То есть, чем отличается бомба от ракеты, от пушки. То есть, это просто три разных вида вооружения, которые нельзя путать. Ну, в общем, это непрофессионально. Дальше он нам рассказывает о том, что Су-34 нанес высокоточный удар. И вот ты знаешь, вот здесь, как ни странно, я, наверное, удивлю сейчас наших зрителей, я скажу, что вот тут он как раз, если ошибся, то не сильно. Почему? Потому что Су-34 при помощи свободно падающих бомб, ФАП-500, ФАП-250, он может превращать, так скажем, почти в высокоточное оружие. Я сразу вспомнил, как ты мне рассказывал, какие системы стояли на Су-24, и такие же аналогичные стоят на Су-34. Если это не секретная информация, можешь ли ты поделиться с нашими зрителями, вот как это происходит? Ну, особо о секретах я уже не знаю, потому что давно не военный летчик, уже на пенсии, да. Но даже простые Су-24, старые образцов, там, 70-х годов самолеты, да, при хорошей юстировке техническим и штурманским составом самолетов, давали неплохую точность, то есть, вплоть до 10-15 метров отклонения при работе целого полка. Нынешние системы, уже доработанные новые, особенно на Су-34 и Су-24 М-2, новые прицельные комплексы, связанные еще с системой ГЛОНАСС, дают значительно высшие характеристики, максимально приближенные к высокоточному оружию. То есть, получается, что самый дешевый вид вооружения, свободно несущие бомбы, за счет прицельного комплекса, фактически становится высокоточным оружием. Я правильно тебя понял? То есть, наши инженеры вооружений, они всю эту начинку, дорогостоящую, запихали не в бомбу, по этому пути, допустим, у нас идут натовцы, американцы. Ведь управляемые боеприпасы стоят безумных денег. Например, управляемая авиабомба одна стоит гораздо дороже, чем автомобиль представительского класса. То есть, можно создать умный и дорогущий боеприпас, и на вооружении ВКС, конечно же, такие тоже есть. А можно создать умную систему для самолета, которая, используя обычные, относительно недорогие боеприпасы, может, в принципе, решать те же задачи. Как это происходит? Расскажи, вот ты мне рассказывал, что это вообще полностью автоматически, якобы даже кнопку сброса нажимать не надо, и самолет делает все за тебя. Нет, ну не совсем так. Боевую кнопку, конечно, нажимает командир экипажа в любом случае. Просто дальше, после нажатия боевой кнопки, прицельный комплекс отрабатывает точку, по которой производится сброс. Это уже дорабатывает сам прицел. То есть, команда на сброс, она все-таки выдается прицельным комплексом автоматически? Окончательная, так скажем, секунда принятия, да, решения, да, потому что боевая кнопка, огонь загорается заранее. А дальше компьютер досчитывает, какой момент необходимо сбросить, чтобы он рассчитывает баллистику летящего припаса. Понятно. Значит, боевая кнопка у командира – это принятие решений и принятие, так скажем, ответственности. А исполнительный механизм выдает импульс именно так, как определила автоматика вычислительный комплекс. Скажи, а пилотируется самолет в этот момент в ручном режиме или тоже идет на автопилоте как-то? Он может идти в трех режимах – в ручном режиме, в директорном и в автоматическом режиме. Это уже на выбор командира. Понятно. И скажи, с какой высоты наносится такой удар? Я вот помню, ты мне рассказывал, что это буквально вне досягаемости ПЗРК. Не, ну чем будет больше высота, тем будет меньше точность. Но вот эти новые системы наведения, которые могут учитывать не только баллистику, но и скорость ветра по высотам, они позволяют бросать уже не с малых высот, а позволяют бросать и с трех, и с четырех, и с пяти километров. С семь километров, я думаю, что это будет запредельное, потому что там будет слишком низкая точность, но с четырех километров позволяет бросать спокойно вне зоны досягаемости ручных ПЗРК. Ну вот скажи, в сарай попасть реально? Ну если сарай будет 2 на 2, даже если она по 20 метрах от него, что останется с тем сарайом? А вот технику? Ну для этого просто ставятся различные режимы, то есть если, например, колонна идет технике, то просто ставят, атака идет цель вдоль колонны, и бомбы сбрасываются не одна, а серии, и они раскладываются, так скажем, в линейку. И падая вдоль колонны, поражается практически вся колонна. Анвер, скажи, была информация от ребят, которые работали в Сирии, что вот летчики просто в восторге от этой системы, и они, работая старыми авиабомбами еще советских годов выпуска со складов, добивались почти такой же точности, как и управляемой авиабомбой. То есть старые бомбы в их руках превращались в высокоточное оружие. Насколько эти заявления корректны? Ну, они близки к истине. Я еще раз повторяю, самолет хорошо отюстирован, и у него стоит нормальная, вернее, используется система навигационная, хорошая, то точность очень высокая. Близка к высокоточным припасам дорогим. Вот так. Получается, что наши конструкторы придумали рецепт, как превращать вот эти вот старые болванки, свободно падающие, в высокоточное оружие? Да, фактически это так и является. То есть точность стала очень высокая. И даже без необходимости использование управляемых ракет или корректируемых авиабомб, которые, да, у них точность, конечно, еще выше, да, но у них и стоимость на порядок больше, на несколько порядков даже. Ну вот для справки информация, которая имеется в свободном доступе. Цена корректируемой бомбы КАП-500 3 миллиона рублей, а американской бомбы с сновидением около 90 тысяч долларов. Цена обычной авиабомбы АФАП-500 составляет около 300 тысяч рублей. То есть простая бомба в 10 раз дешевле управляемой. Таким образом, для удара по колонне бронетехники, как это было сказано, такая боевая нагрузка будет оптимальной. Система прицеливания самолета Су-34, которая вычисляет координаты по сигналам со спутников ГЛОНАСС, саморассчитает ветер по высотам, боевой курс, высоту и скорость, выведет самолет в нужную точку пространства и с точностью до миллисекунды выдаст команду на сброс. Понятно. Ну, я думаю, что на этом все. Спасибо тебе огромное, Анвер, за информацию, за то, что был с нами на связи. Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами были Анвер Шахмаметов и я, Владимир Потапов. Субтитры создавал DimaTorzok